Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодня в передаче «Бахтибаев Агра» мы поговорим про текущую систему образования и подготовки кадров в агропромышленном комплексе. Сегодня у нас в гостях Селикбаев Нурлан Мангельдинович, который является проректором по учебной работе Казахско-агранического университета имени Сифульна, который располагается в Астане. Добрый день, Нурлан Мангельдинович! Спасибо, что пришли к нам на передачу, вырвались от своих студентов, от закрытия года, триместров. Я хотел бы нашу беседу в небольшой статистике начать. Сколько всего студентов сейчас обучается в вашем университете? Сколько из них профильных студентов по сельскому хозяйству? Есть которые по экономике, допустим, бухгалтеры, магистранты, докторанты? Можете поделиться информацией? Ну, сегодня Казахско-агротехнический университет имени Сакина Сифульна является одним из крупнейших вузов в нашей стране. По контингенту обучающихся мы являемся четвертыми в республике. После национальных вузов это Альфараби, Гумылева, Ауэзов. У нас 11 500 обучающихся сейчас вместе с магистрантами, докторантами. Всего, да? Всего. А сколько из них обучается на магистратуре и докторантуре после вузовского образования? В магистратуре обучается 10% от контингента бакалавров. Это порядка 1200 обучающихся сегодня в магистратуре. И где-то около 100 докторантов ПИИДЖИ, если точнее, то где-то 80 докторантов ПИИДЖИ на сегодняшний день обучаются на трех курсах. А вот, Нурлан Ильич, по поводу бакалавров, профильные специальности, допустим, агрономы, ветеринары, зоотехники, сколько вы? Это преобладающая доля? Либо там сейчас в соответствии с законами рынка вы подстроились? Нет, на сегодняшний день это, в принципе, классический вуз, классический такой профильный вуз, можно сказать, агротехнический, он не зря и называется. Два направления сильно развивающиеся, это аграрные и технические. Которые, ну, технические специальности, они честно перекликаются с аграрным профилем агропромышленным, они связаны с агропромышленным комплексом тоже. Во-первых, у нас, если говорить по сегодняшнему классикатору специальностей, который утвержден Министерством образования Республики Казахстан, то мы готовим специалистов по 13 специальностям, сельскохозяйственным специальностям, и по двум специальностям, это ветеринария, ветеринарная медицина и ветеринарная сельскохозяйственная. 14 получаются, в общем-то, полностью 14 получаются. И вот 11 у нас по сельскохозяйственным, два ветеринария, то 13 получается у нас по сельскохозяйственным направлениям мы готовим. Кроме этого, технические направления, это вот такие специальности, как технология продовольственных продуктов. Технология продовольственных продуктов, это тесно связано, но она относится к техническим наукам, технологиям перерабатывающих производств. Ну, это все мы относим к агропромышленным комплексам, АПК. АПК, мы это относим к АПК, и вот если учитывать, что они относятся не с сельскохозяйственным наукам, а техническим наукам, но тесно перекрепляются с агропромышленным комплексом, соответственно, если говорить так, то в целом у нас где-то порядка 90% специальностей, они относятся к АПК. Тот же, например, землеустройство, кадастр, вот это все теперь, они экономические специальности, они тоже, вот мы, у нас направление есть, если говорить об экономике, то есть такой образовательный программ, это аграрный менеджмент, менеджмент, маркетинг, почему они не перекликаются, они тоже перекликаются с аграрным комплексом. Такая дань моди, да, так скажем? Да, ну, маркетинги тоже, честно, перекликаются с АПК же. А вообще, вот вопрос такой, новые специальности какие-то были ли открыты в вашем университете за последние несколько лет? Ну, говорить о специальностях, о открытии специальностей мы не можем говорить, потому что специальности, они утверждены на сегодняшний день классификатором специальности МОНРК, их всего по сельскохозяйственным специальностям 14, из них мы по 11 готовим, два по ветеринарии. А по этим специальностям, вот, магистратуру, докторантура и бакалавриата, соответственно, новые специализации, они открыты. То, что сегодня требует рынок аграрный, они... Я почему спросил, это вот, имея в виду, что ваш университет, допустим, один из самых активных в плане международного сотрудничества, я вот наблюдаю за вашими встречами с институтами Дэвиса и с другими европейскими университетами. Я думаю, это какое-то влияние оказывает на образовательный процесс, то есть как вы перенимаете международный опыт, допустим? Совершенно верно. Вот мы по государственной программе индустриально-инновационного развития, мы вошли в этот, один из 10 вузов, вот наш вуз тоже вошел. Сейчас мы готовим кадры по этой программе, как раз совместно с университетом Дэвис Калифорнии, мы подготовили 4 образовательных программы в первые два года, потом 4 образовательных программы во вторые годы, всего 8 образовательных программ сейчас подготовлено. Кроме того, сейчас еще 8 подготовлено, это 16 образовательных программ. В подготовке этих образовательных программ эксперты с университета Дэвиса приезжали к нам, они нас полностью консультировали, как создавать новые образовательные программы. В основном, это программы направлены на такие специальности, как переработка продовольственных продуктов, пищевых производств по этой специальности, агрономия, технология производства продуктов животноводства, вот эти программы. Сейчас новые программы, которые мы готовим, это информационные системы, то есть автоматизация процессов АПК. Далее, аграрная техника и технологии, вот эта программа. Сейчас в университете функционируют 4 платформы полностью, вот по переработке в первую очередь создавались. Это переработка животновойской продукции, растелевойской продукции. Вот полностью этот процесс работает и в учебном процессе, как бакалавры, магистры и докторанты, они непосредственно в этих технологических платформах участвуют и видят, обучаются, как, например, перерабатывается молочная продукция. А есть ли у вас, допустим, программа по обмену студентов, чтобы наши студенты обучались за рубежом? Ну, это внешнеакадемическая мобильность у нас развита, как и внутренняя. По внешнеакадемической мобильности за последние вот эти 3 года у нас в том же университете Калифорния-Девис прошли стажировку более 20 наших преподавателей. Это программа обмена академической мобильности преподавателями. Ну, студенты, само собой, ежегодно мы направляем. У нас в рамках академической мобильности ежегодно где-то проходит около 80 студентов в течение года обменом. Они в течение года вот на первом или на втором семестре один академический период обучаются в европейских университетах и в американских университетах. А как идет процесс отбора этих студентов из 11 500 студентов? Процесс отбора у нас есть разработанные в университете критерии. Соответственно, в первую очередь это успеваемость студента. То есть отличники? Да, отличники. В вторую очередь это знание, обязательно знание английского языка. Он должен знать, очень высокий уровень должен быть. Это на уровне IELTS шестой уровень должен быть. Шесть очков, да? Да, шесть очков. И кроме того, если таких студентов нет, то у нас есть Центр международного сотрудничества. Специально студентов, обучающихся, это магистрантов, докторантов, всех тестируют, проверяют язык. После этого их направляют. Кроме того, они еще проходят психологический тест. А это для чего? Ну, психологический тест. Чтобы не остались там? Нет, дело в том, что у нас совершенно другие условия жизни, совершенно другие климатические условия. Поэтому у нас были такие случаи, когда мы направляли, например, в Америку. Студент по состоянию здоровья или психологически он не выдерживал вот это все. Может, привык к домашним условиям таким и захотел вернуться домой. А так как это определенные финансовые расходы, их надо возвращать. И поэтому, чтобы плодотворно это все прошло. Программа полностью бесплатная для студентов, правильно? Программа, да, для студентов она бесплатна. Практически вся эта программа финансируется со стороны Министерства образования и науки Республики Казахстан. Переселяется. Ну и желающие, которые сами добровольно могут пройти эту программу за свой счет, например. Эта программа рассчитана только на обучающихся по государственным образовательным грантам. Там не могут участвовать студенты-договорники. Если студенты-договорники хотят участвовать, то это вот за свой счет они могут участвовать, это не возбраняется. Хорошо, отличная программа, супер. А вот вопрос такой. Из практической базы учебное хозяйство у вас свое есть? Я читаю вот в Фейсбуке ваших коллег, ректора, проректоров. Они там вот технику купили, там картошку посадили. Можно чуть поподробнее, да? У нас не только аудитория в Фейсбуке, еще и телевидение есть. Ну, на сегодняшний день, конечно, раньше в нашем университете существовало учебно-опытное хозяйство посолка Интернациональная. Это вот Учхоз, да? Да, Учхоз. С развалом Советского Союза, соответственно, с переходом на новые разночные отношения, эти земли все были приватизированы, появились новые хозяева. И университет как бы потерял свои бывшие земли. И вот с приходом ректора нашего Ахлыка Жигулыча, он инициировал и активно начал искать пути приобретения новых земель для создания сельскохозяйственного кампуса. И мы арендовали земли в радиусе 30 километров за поселком Хазусуат. 1200 гектаров земель, из них где-то порядка 400 гектаров это пашня, а остальные это пастбище и сенокосы. На сегодняшний день, в течение двух лет, эти земли нами уже освоены, университет привлекает инвестиции для освоения этих земель. Буквально вот сам университет, мы закупили полностью всю линейку сельскохозяйственной техники для производства, например, зерновых, масличных, кормовых культур. Там мы уже сегодня производим зерновые, кормовые, зернобобовые культуры, овощные культуры. Также там же выращиваем картофель. В прошлом году совместно с Северо-Западным университетом КНР, они нам помогают. Мы привлекли инвестиции производственников китайского народа, это бизнесменов, которые занимаются производством картофеля. И там мы в прошлом году испытали 36 сортов различных сельскохозяйственных культур и где-то 8 сортов китайской селекции картофеля. Это хороший, хотя и был засушливый год, хороший урожай зерновых и картофеля был получен. Оно, к сожалению, на сегодняшний день у нас нет такого в уставе непрописанного, что мы можем реализовать эту сельскохозяйственную продукцию. Мы не реализуем, мы используем для своих целей. Для столовой, да? Да. Были они бесплатно розданы всем нашим обучающимся. Потом корма, которые мы заготавливаем там, они используются для сельскохозяйственных животных, которые у нас имеются. А что у вас здесь имеется из сельскохозяйственных животных? Ну, все виды сельскохозяйственных животных имеются. Они там же находятся, в Золослате или один? На сегодняшний день кампус развивается. В зимнее время животные находятся здесь, в поселке Интернациональный. Там специально у нас есть помещение, где студенты должны обучаться на живых животных. Вот это лошади, крупнорогатый скот, овцы есть, есть там кролики, птица есть, вот это все, рыба есть, соответственно, там они обучаются. В летний период, когда пастбищный период, животные туда перегоняются, там пасутся и там находятся на поднужном, на пастбищном корне. А всем студентам хватает этих мощностей для того, чтобы пройти обучение? Тут 11 тысяч студентов и одна ферма. Ну, на сегодняшний день, я бы не сказал, что именно все студенты, например, находятся в этом сельскохозяйственном кампусе. Это первый, например, первый, второй курс, когда идет обучение по учебной практике, специально мы для этого, для этих целей. Вот последние 2-3 года мы увеличили количество практической подготовки, это первое. Второе, мы перешли на новые академические периоды. Если студент раньше обучался, семестр был два семестра, первый, второй семестр, и все. В летнее время практически все студенты уходили на каникулы и возвращались в сентябрь. Сейчас мы по сельскохозяйственным и аграрным специальностям все это пересмотрели. На курсах, вот в основном на втором курсе, вот в два года мы уже это практикуем. В летнее время наши студенты обучаются, находятся на кампусе и полностью участвуют в процессе возделывания вот этих сельскохозяйственных культур. Владимир Владимирович, такой вопрос, вообще зачем в Астане университет располагать? Я вот не могу понять, зачем в городе, да? Может быть его надо где-то расположить за городом, да? Где в сельской местности, не отходя, как говорится, от кассы, да, вот студенты там, чтобы... Я считаю, что вот проживание в городе, там 4-5 лет, да, вот в основном, я так понимаю, у вас сельские набор идет, да, села, да? Они потом, получается, не хотят возвращаться в село, потому что там нет инфраструктуры, и мы имеем низкую трудоустраиваемость, так скажем, в отрасли. Как вы смотрите, какая ваша позиция по этому вопросу? Ну, во-первых, вот мировой опыт, который... Я тоже вот прошел стажировку в том же университете Дэвис, в университетах Китайской Народной Республики смотрел, в Сингапуре смотрел, в европейских университетах. Они тоже все университеты практически расположены в городской местности. Вот, полностью инфраструктура есть. Тот же, например, российские университеты все расположены в... Это мировой опыт, я думаю, тут ничего страшного нету. Тем более, когда создавался этот университет, никто из выпускников, сразу же, они же идут от Боржа, они знают, что они будут работать на селе, выбирая специальность. Другое дело по трудоустраиваемости. Сегодня, вот, чисто если говорить о моем мнении, я тоже что-то давал. Здесь надо необходимо какой-то механизм четко разработать. Сегодня трудоустраиваемость наших выпускников, вот, мы, в том числе, вот, наш департамент, где находится центр карьеры бизнеса, который мониторит работу, как движение наших выпускников, где они трудоустроились. И какой процент сейчас вот удостраиваемости? Вот буквально мы отправляем, вот они выпускаются весной, потом в течение вот трех месяцев мы подоим полностью данные студента ИИН в государственный центр по выплате пенсии, вот, потому что... Ну да, то есть официально. Официально, да, отдаем, по ИИН, они определяют, идут ли у них пенсионные отчисления или нет. Ну, где-то процентов, вот, 75-80, они трудоустраиваются. Вообще, в целом трудоустраиваются? В целом трудоустраиваются. А именно в сельскохозяйстве, меня интересует больше сельское хозяйство. Теперь вот по сельскому хозяйству. По сельскому хозяйству, могу сказать, потому что ГПР, где-то порядка 50-60 процентов у трудоустраиваются в сельском хозяйстве. Но, опять-таки, их движение потом, вот, как они идут, может быть, то, что вы говорите, в сельском хозяйстве не развито, где-то в хозяйствах инфраструктура, где-то еще что-то, зарплаты не устраивать. Они потом, где-то, может быть, на первоначальном этапе трудоустраиваются, а потом уже они переходят обратно. Таких случаев очень много. Здесь сегодня, вот, вопрос в другом стоит, вот, острый вопрос. И вот мы давали предложение. Какое предложение? Когда вот спрашивать, вот, у нас вот, с одной стороны, неверно, мне кажется, что с университетов спрашивать, например, трудоустройство. Ну да. Да. На сегодняшний день, вот, мы заключаем договор, тот, по тому же, ГПИР, например, заключаем договор. Трехсторонний договор заключается. Это вот сам магистрант, университет и работодатель. Мы заключаем договор. Магистрант обязуется обучаться. Обучаться после окончания обучения трудоустройство работодателя. Университет обязуется подготовить, согласно требованиям работодателя, и дать соответствующие навыки, квалификацию этому специалисту. То есть мы свои условия, по условию договора, мы свои... А может ли работодатель внести свои изменения, свое видение в этот договор, да? Да, может. Какая-то спецификация по технике, да, там, по... Да, 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 обязательно он может. Мы перед тем, как создавать образовательную программу, вот, мы вот последние годы мы это и делаем, мы в первую очередь обходим всех работодателей. Потом они вносят свои коррективы, вот, чтобы, какими они хотели бы видеть своего выпускника или специалиста. С учетом их требований разрабатывается образовательная программа. Кстати, вот наши эксперты с университета Девис, они так и нам рекомендовали. После этого мы разрабатываем эту образовательную программу, опять отправляем этим же работодателям, всем потенциальным, и они рецензию дают нам. Например, да, соответствует, устраивает, все. После этого мы начинаем обучение. Вот так оно начинается. Ну, это очень интересный подход. Я думаю, что это какой-то ноу-хау. И действительно востребовано в текущей системе координат, да, когда количество студентов превышает количество рабочих мест в сельском хозяйстве. Поэтому я хочу вам пожелать удачи в этом направлении. Очень хорошее дело делайте. Я недавно с вашими студентами общался. Я смотрю, у них глаза горят. Сельское хозяйство им интересно. Поэтому я хочу пожелать им тоже удачи. Хорошо закончить сессию. Спасибо. Давайте встречаться на передаче «Бак Тибаев Агра». До следующей встречи. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова